Получилось же, да? Не, 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 да? Сегодня мы разберемся. Здравствуйте, друзья! Любой квалифицированный разносторонний боксер должен себя чувствовать комфортно на любой из дистанций. Ну, у каждого, конечно же, есть своя любимая. А сегодня мы разберем дальнюю дистанцию. Мы начинаем осваивать дальнюю дистанцию. Дальняя дистанция – это, прежде всего, прямые удары. Прямой удар – самый длинный удар. Мы это понимаем. И начинаем мы просто с удара с места. Когда противник двигается на вас, мы встречаем с правой и левой руки, соответственно, оппонента, и не даем ему подобраться. Как правило, те вторые номера, кто работает на дистанции, у них рычаг длиннее, чуть выше рост, да? Поэтому им даже не надо особо делать каких-то дополнительных маневров для того, чтобы попасть в оппонента. Просто вытягивает руку и встречает. Так же сможет это делать с удар на удар, там, левый на левый. Если первый атакует, надо просто встречать, растягиваясь. Так же правой на правую, да, отсюда. То есть на опережение. Это, пожалуй, первое, да, что мы можем использовать на дальней дистанции. Конечно же, мы не можем не обратить внимание на то, что во время прямых ударов с места мы должны лежать вес на задней ноге и раскручиваться на месте для того, чтобы максимально увеличивать дистанцию удара. Максимально делать всего длинным. То есть, выводя плечо вперед, вкручивая корпус, тем самым отдаляя голову от ударов оппонента и прячусь за плечом. И, соответственно, работая навстречу с максимально длинной дистанцией. Сдерживание дистанции одним из самых главных оружий – это является джеб. Ваша передняя рука, да? Соответственно, левая прямая у меня, так как я правша. И это максимально быстрый удар прежде всего. То есть, мы не делаем заряда, не заряжаемся, не убирая локоть назад, разворачивая корпус, работаем коротко, с места. Используем повторный удар по два-три, да, одной рукой. И сдерживаем дистанцию, держим противенько на своей дальней дистанции. Подробнее, конечно, мы разберем его чуть позже, потому что этот удар нужно выделить особенно. И джеб – это левая прямая не только в голову, конечно же, и в корпус. Зачастую, сделав не один удар в голову, противник поднимает руки. Мы тут с легкостью также быстро можно встретить его в корпус, тем самым сбивая дыхание и останавливая его. Потому что, соответственно, когда вы оттягиваете его таз, попадаем в корпус, он не может двигаться на вас. И вы, опять же, с легкостью сохраняете дистанцию. Сейчас мы разберем тайминг, да, то есть ударить вовремя, навстречу, встретить оппонента в тот момент, когда он хочет атаковать вас, да, подобраться к вам. Зачастую, да, опять же, в зависимости от данных противника, пониже он, повыше, он может подходить к вам просто без удара, да. Вам тут, конечно, попроще будет прицелиться, остановить его, и ногами вы с легкостью будете разрывать дистанцию. Либо противник будет, скажем, такого же роста, как вы, здесь уже нужно работать навстречу, убирая корпус в сторону, да, выжидая удара и вовремя, вовремя включаясь в его открытую зону, которая открывается при нанесении удара. То есть, опять же, вы сохраняете дистанцию, заставляете оппонента двигаться на вас, чуть подгружаясь, как он подгружается вперед, да, опять же, работаете джебом, выдергиваете, смотрите, ждете тот самый момент для удара, и наносите разный удар. Опять же, опять же, как в корпус, так и в голову, абсолютно под разными углами. Тут, конечно же, нужно обратить внимание, прежде всего, на работу корпусом, ну и головой, конечно, дабы убирать все остальные атаки. Если ваш противник все так же нагло и неумолимо прет на вас, желанием поджать он к вас канатом, сжать в углу и надавать на ближней дистанции, тут уже приходится включать жесткие встречные удары во время его удара. То есть, мы выверяем тот момент, когда удар отрывается от головы, идет к вам, тем самым открываются зоны для попадания. И после этого, конечно же, навстречу бьем его жестко и плотно, максимально плотно, конечно. И после попадания можем с легкостью уходить, так как во время атак никому не хочется получать. Если противник пытается управлять вашу игру, работать с вами на дистанцию, ну где-то, если старается встретить вас, огрыжается, то он, конечно же, просто необходим шаг назад и возврат. Челнок в чистом виде. Начупываю оппонента, ждем его встречных атак, разрывая дистанцию шагом назад. И после этого, как мы разорвали, возвращаемся с тем или иным ударом. Мы держим дистанцию, держим дистанцию, противник выжидает. И мы видим, что он действительно собрался и прыгнул вам навстречу. Делаем шаг назад, проваливаем его и отсюда уже мы его контратакуем в момент его промаха. Когда он может потерять равновесие, при желании попасть в вас, да, может чуть перекрутиться с ударом в сильную сторону. Мы уходим и тут же возвращаемся. Если ваш противник действительно захотел помериться с вами силами на дальней дистанции, и вы боретесь за доминирование на этой самой дистанции, то я бы предложил вам включить взбивы подставки рук и контратаки моментальные, пусть и легкие, но которые, соответственно, выводят противника из себя. И опять же, делают его атаки беззубыми. Соответственно, на что мы можем обратить внимание в плане сбив и подставка? Подставка, когда мы просто, да, разворачиваем ладонь к противнику, к кулаку, и чуть наклоняем предплечье и кисть вперед, тем самым, уводя удар чуть вниз, сбив предназначенный, я это считаю, для более сильных ударов. Когда одной подставки не хватает, и вы уже не можете удержать, ну, например, справа, да, руки, удержать руку оппонента просто подставкой, тут можно сделать накладку, да, сбоку, по принципу, не знаю, борьбы армрестлинга. То есть, закрываете руку, убираю ее вниз. И тем самым, сами, да, видите, какое получается окно для ударов? Под любую, в принципе, руку вы можете нанести контратаку. Тут, конечно, с именно сбивом нужно быть аккуратным, потому что противник, если он действительно хоть толику мастеровит и уже видит это действие, вы не раз его поймали, он может просто раздергать вас и заставить вас промахиваться. И тем самым вы пропустите через свою же защиту. Поэтому я предпочитаю, конечно же, подставки и вам советую. Итак, небольшая деталь, на которую стоит обратить внимание при исполнении подставок. Одна из первых, так главных ошибок, которую замечу я в зале, что подставку и моментальную контратаку пытаются разделить на два действия. То есть, непосредственно подставка и потом удар. Тут надо, конечно, совсем не торопясь возвращать руку назад, чтобы после такой подставки и удара успеть контратаковать. Тут нужно стараться делать это в одно движение. То есть, после подставочки, не отрывая руку от кулака, да, не возвращая кулак назад, сразу же по инерции ведем кулак на оппонента. То есть, пользуясь этим моментом, встречая его. И, конечно же, здесь стоит обратить внимание на локоть. Чем выше будет локоть, тем и меньше помех, да, на пути может встретиться. И противник где-то может, да, там, не успевая вернуть руку, поднять плечо, поднять локоть, тем самым придерживая вас удар, да, нейтрализовать его руку, вы сможете за счет поднятия локти. Опять же, да, вы взяли подставку и поднимая локоть на оппонента, начать через эту руку. И опять же, обращаем внимание на то, что это все происходит в одно движение. Также не советую делать подставку под правую, потому что, как я сказал, тяжело удержать, да, своей передней рукой, бьющую руку оппонента. Тут, конечно, можно еще и промахнуться, и, да, как минимум, вывить локоть. Поэтому лучше использовать сбив. Короткий, плотный, без замаха. Опять же, не пытайтесь, ошибка, не пытайтесь отвести руку перед ударом и потом только закрыть ее. Соответственно, это момент для атаки оппонента. Вы просто не успеете закрыть, и удар встречный придется вам прямо в голову. В лучшем случае, а то и в челюсть можно упасть. Вот, поэтому здесь коротко с места ловим. Опять же, так же, за счет разгибания локтя встречаем противника, либо уже, да, так как у нас согнут локоть, и, в принципе, рука готова для бокового, используя скачок, опять же, разогнув локоть, можем встретить противника боковым ударом. Ну, скажем, это такие основные удары через руки, через плечи, на которые мы можем брать внимание в столь краткое время. Ну что ж, вспоминая о всем вышесказанном, мы разобрали работу на дистанции, работу джебом по этажам, повторные удары, встречу в корпус, под атаки оппонента. Конечно, встречали его и в голову, под руки, через руки, дожидаясь его удара, чтобы опередить его и оставить на месте. И желание его двигаться на вас, свести до нуля. Конечно же, поработали на дальней дистанции, сбивая его руки, тем самым отставив свою позицию того, кто работает на дальней дистанции, чтобы он даже не ссувался сюда. Одержали все его действия. Конечно же, поработали на челноке, разрывая дистанцию, тоже возвращая удары. В принципе, вся работа, да, вышесказанная, была проделана на линии атаки, на прямой линии, то есть движение на противника и от него. То есть, если вы базово обладаете уже пристальным шагом и можете двигаться вперед и уходить назад, вы можете попробовать все это проделать в зале. Попробовать, проделать со своими партнерами по залу, друзьями, товарищами, отработать все или иные понравившиеся вам приемы. И уже придумать свой бокс, уже выявлять свои сильные и слабые стороны. И это вы можете сделать сейчас. Но в дальнейшем мы, конечно, разберем, по мне, так, красоту бокса, это движение в стороны, это сайстепы, смещение на пристальном шаге, проваливание оппонента, да, игра, как Треадора с быком. Но это все будет в следующих видео, друзья. Так что до встречи. До встречи в эфире. Совершенствуйте свои навыки, приходите к нам. Куда? В Русич. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и тембокс. Друзья, следим за Максом Татариновым в телепроекте Матч ТВ «Бой в большом городе». Множество стоек, множество людей, множество личностей. И, конечно же, мнение по поводу боевых стоек, какая лучше и как правильно стоять, на какой ноге держать вес и так далее. Я расскажу вам сегодня свое видео. И начнем мы с классической стоек. Она подходит больше для дальней и средней дистанции, но в первую очередь... Субтитры создавал DimaTorzok